Новости Солигорского района признаны лучшей информационной программой регионального телевидения на седьмом национальном конкурсе «Телевершина». Награду коллективу Солигорского телеканала вручали на торжественной церемонии награждения победителей конкурса, который прошел во Дворце Республики. Победителем в номинации лучшая новостная программа регионального телевидения становятся новости Солигорского района, Солигорский телевизионный канал. Конкурс «Телевершина» проводится в Беларуси с 2004 года по инициативе Министерства информации. Основная цель премии – повышение профессионального уровня журналистов, операторов, режиссеров. С каждым годом национальный конкурс расширяется и в техническом, и в творческом плане. В этом году за звание лидеров боролись 47 телекомпаний. Всего же было подано более 200 заявок по 21 номинации. Новости Солигорского района боролись за статуэтку с пятью телекомпаниями, среди которых и областные студии. Как сказали члены жюри Ефремов Александр Васильевич, а также Слабанчук Александр Иванович, который является заместителем министра информации Республики Беларусь, региональное телевидение наступает на пятки общенациональному республиканскому телевидению. А значит работаем мы профессионально, просто мы немножечко меньше. Новости Солигорского района в эфире уже 10 лет. Информационная программа выходит в эфир пять раз в неделю продолжительностью 20 минут. Смотреть ее имеют возможность жители шести районов столичной области. Солигорского, части населенных пунктов Слудского, Стародорожского, Любанского, Копольского, Ганцевического районов. Над выпуском новостей ежедневно работает команда из десяти человек. Корреспонденты Диана Горбач, Наталья Пунько, Марина Ходорович, Светлана Хмиревская. Операторы Виталий Довматович, Дмитрий Лойко, Антон Червяков. Монтажер Кирилл Павлович. Заведующий корреспондентским бюро Марина Зеленко. Руководит творческим коллективом главный редактор, член Союза журналистов Республики Беларусь Светлана Скрипник. Я очень горжусь журналистами телевизионного Солигорского канала. У меня в сердце огромная признательность и огромная благодарность им. Потому что работают они без выходных, без обедов. Не считаясь ни со временем, они делают нужное дело, они делают новости жителям не только Солигорского района. И потому вот эта награда, это заслуга новостейщиков, заслуга всех работников Солигорского телевизионного канала. Потому что в общей победе есть доля каждого. Сегодня коллектив нашего канала весь день принимает поздравления от коллег-журналистов из Молодечно, Кополя, Гомеля, местных средств массовой информации, руководства района, руководителей предприятий и организаций, с которыми тесно сотрудничают на протяжении многих лет. А также от простых зрителей, жизнь которых и показывают периферийные новостные программы. Как выяснилось в ходе опроса, новость о победе местных новостейщиков в национальном конкурсе разлетелась с молниеносной скоростью. Я знаю, что вы победили. Видел вчера. Поздравляю вас. Здоровья вам, успехов в дальнейшем. Очень приятно было услышать, что Солигорск обошел всех среди районов. Смотрела я телевершину. Очень рада за вас. Приятно смотреть своих людей. Как своих людей видишь. Каждый день смотришь и как свои люди уже. Правда. Слышал, смотрел. Всего успехов вам больших, хороших. И что-нибудь новенького на СТК. Хочу вам пожелать действовать так и дальше, раз вас так оценили. Ну и вообще вы главное, наверное, в нашей Солигорской жизни все знаем из ваших уст. Поэтому очень радостно и за вашу команду. Наш город Солигорск. Поздравляю. Здорово. Чтобы всегда все получалось у вас. Чтобы всегда только получали награды. Ну, успехов. Дальнейших успехов, удачи в других конкурсах, призовых мест. Карьерного роста. Дальше, конечно же, очень хорошая цель для канала. Мы смотрим его практически ежедневно. Особенно наш ребенок, который любит музыку ПСК. Всего хорошего вам.